В Севастополе объявился главный милиционер времен Януковича Виталий Захарченко. В город Геройн приехал презентовать свой благотворительный фонд под названием Юго-Восток. Заодно приурочил это к 16 января, дате создания спецподразделения «Беркут». Однако главной темой, по крайней мере для журналистов, было совсем не это. Их больше интересовали прошлогодние подвиги Захарченко. Затем, как черно может стать белым в высказываниях одного конкретно взятого человека, наблюдал Артем Артеменко. Визит на полуостров бывшего украинского чиновника нынче сама по себе неожиданность. А уж экс-министра МВД, да еще и в день рождения спецподразделения «Беркут» и подавно. Как выяснилось, Виталий Захарченко не самый пунктуальный человек. На встречу с журналистами он опоздал на два с половиной часа. Да и инфоповод визита главного милиционера времен Януковича почти все назвали издевательским. Оказывается, теперь беглый экс-министр Январь борется за права жителей Юго-Востока. Даже фонд одноименный создал. Это как минимум цинично, ведь отчасти том, что сейчас творится в Донбассе, есть и его вина. Разговор с журналистами у Захарченко сразу не заладился. Первый же вопрос от генерального директора ТРК «Крым» Екатерины Козырь заставил чиновника-благотворителя нервничать и пытаться уйти от ответа. Вы были министром внутренних дел, когда начинались события на Майдане. Именно вашего приказа взял безоружную верку. Задолго до этого крымский полк был преобразован в батальеон. Технично сливалось единственное боеспособное подразделение. Сегодня вы встречаетесь с семьями погибших. Чувствуете ли вы за собой персональную ответственность за те гробы, которые приехали после Майдана? Но раскаиваться и признавать свою вину не в правилах Захарченко. Извинений в адрес бывших подчиненных и семей погибших никто не услышал. Зато оправдание он без проблем нашел, быстро показав свою подкованность в технологии разжигания революции. Оказывается, Захарченко думал о людях, не давая безоружным беркутовцам даже минимального шанса спасти свою жизнь. Не напасть, а хотя бы защититься. Все-таки из теплого министерского кабинета убийства тех, кто пожертвовал собой в угоду абсурдного приказа, виделись под другим углом. Технология проведения революции предусматривает так называемые сакральные жертвы. И применение силы со стороны правоохранителей все технологи только и ждали. Только этого и ждали. И сколько было бы погибших на Майдане, и сколько бы повесили на вот этих ребят молодых, этих смертей, никто не знает. И никто не узнает. Просто их уже нет. Зато Захарченко сразу нашел виновных. Все грехи он, тогдашний министр, переложил на плечи начальника спецподразделения, руководивших личным составом на местах. И вот эти прямые и непосредственные начальники, именно они дают команду вперед, наступать или отступать. Не министр. И тем более уж не президент страны. Понятно, да? То есть есть закон, в соответствии с которым должны и применяться те или иные методы воздействия. Показательно, что на встречу с бывшим начальником ни один из бойцов крымского «Беркута» так и не приехал. Наверное, ничем хорошим это и не закончилось бы. А вот пообщаться без галстука в прямом эфире первого крымского с командиром «Беркута» Юрием Абисовым Захарченко не очень-то и жаждет. По крайней мере, соответствующее предложение он прокомментировал странным образом. «Предложение, в принципе, такое, на мой взгляд, неплохое, но нужно об этом хорошо подумать и взвесить. Все риски, прежде всего для Абисова и вообще для руководства, они же сегодня в руководстве, в крымской милиции, поэтому нужно об этом прежде всего подумать». Неизвестно, сколько Захарченко будет думать и будет ли вообще, но факт остается фактом. Куда сложнее посмотреть правде в глаза, особенно если это правда, десятки бойцов, служившие тебе и шедшие до конца, даже жертвуя своей жизнью. Просто потому, что не привыкли отступать, в отличие от своих кабинетных начальников. Артем Артеменко, Александр Смычек, Время новостей, Севастополь.